На чиновников Омской мэрии завели уголовное дело. У Департамента имущественных отношений пропал миллиард рублей. В 2008 году ведомство проводило аукцион на строительство микрорайона Амурский-2. Разыгрывалось право аренды на земельные участки. Конкурс выиграла компания «Стройбетон». Она должна была внести в бюджет более миллиарда рублей в рассрочку, но по факту выплатила только 200 миллионов. Чиновники сначала подали в суд, но потом неожиданно заключили застройщикам мировое соглашение. По нему «Стройбетон» освобождался от уплаты денег почти миллиарда рублей. При этом договор аренды продолжал действовать. Договор купли-продажи не оплачен. Вместе с тем договоры аренды действовали. «Стройбетон» осваивал земельные участки, возводил жилые дома. Должностные лица администрации города не могли заключить мировое соглашение, по которому освободили юридическое лицо от внесения законом и договором предусмотренной суммы. Данное мировое соглашение напрямую противоречило интересам как муниципального образования, городской округ, город Омск, чем самопричиняем бюджету ущерб. Уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» уже передали в Следственный комитет. Виновным грозит 10 лет лишения свободы. Отмечу, что в тот период директором Департамента имущественных отношений был Юрий Гамбург. Он был осужден по той же статье, продавал земли под застройку по заниженной стоимости. И вот как нам прокомментировали ситуацию в мэрии Омска. Департамент имущественных отношений, который работал в Киеве, администрации города не работают. Некоторые из них уже получили сроки по другим делам. Естественно, администрация города заинтересована в предельно ликвидном направлении дела. Продолжение следует...